Друзья, меня все больше и больше напрягает, что в последнее время я все чаще и чаще слышу вот это вот страшное слово «война», причем не абы от кого. А уже из уст первых лиц государства, буквально вчера, министр иностранных дел в интервью Соловьеву снова его произнес, он давал интервью, говорили они о возможности новых санкций, и теперь уже в отношении конкретных лиц, которыми есть что терять, Лавров сказал буквально следующее «хочешь мира, мира, готовься к войне». Он там высказывался о том, что мы готовы к разрыву отношений с Евросоюзом и затем произнес вот это вот. Конечно, я могу только предполагать, но вообще люди такого уровня просто так такими словами не разбрасываются. И чего напрашивается вывод? Ребятишки, видимо, действительно собираются развязать какую-то войнушку, вероятно, дела обстоят очень-очень печально. А ребятишкам есть что терять, я уже много раз говорил, там на счетах за границей лежат серьезные-серьезные суммы, и никто не хочет, чтобы их арестовали, отобрали. Поэтому, видимо, в обозримом будущем есть вероятность того, что мы с вами пойдем защищать миллиарды вот этих самых ребятишек. Кто-то сейчас мне может возразить, сказать, нет, я не пойду, да кто вообще пойдет? Ребят, я опять же могу вам рассказать, как это может быть. Ну, во-первых, не исключаю возможность возродить такую старую добрую традицию, как заградотряды. Как вы думаете, найдутся ли охотники вступить в эти заградотряды? Да вы их наблюдаете на всех вот этих вот акциях протеста, там желающих отбоя не будет, тем более, что не в окопах сидеть. В окопе будешь сидеть ты, и давай вперед за миллиарды Ротенберга, а сзади сидит заградотряд, выбирай. Вот, и все вы подумаете об этом. Начинаем. А вообще сегодня я бы, наверное, хотел обратиться к тем людям, которые часто говорят, ой, я политикой вообще не интересуюсь, вот не интересуюсь, и все то, что там происходит, меня не касается. Это вот навальнято, да, вот это вот их там долбят и бла-бла-бла. Ребят, ну как мы заметили, во-первых, касается. Во-первых, мне тут уже всех неугодных сегодня вот эта вот политическая статья об участии в митингах, это скорее такая статья для галочки. Мы наблюдаем, что по ней начинают расправляться с каждым встречным поперечным, тут буквально на днях Зуганов сокрушался. Власть, видимо, шалела до такой степени под напором этой грязной навальнятины, что вчера Бондаренко и Николай решили привезти в очередной околоток за то, что он снимал и показывал один из небольших митингов. Я позвонил официальной власти и сказал, или вы дадите отбой, или мы поднимем всю страну. Мы не допустим расправы над своим талантливым депутатом. Да, по поводу задержания Коли Бондаренко, казалось бы, да, их это не касалось до определенного момента. А теперь вот касается, допускаю, что Зуганов просто играет очередную роль, потому что мы наблюдали похожую ситуацию летом 20-го года. Другой старичок, господин Жириновский, точно так же стучал кулаком по столу и говорил, мы не допустим, мы не сдадим нашего губернатора. Итоги вы все хорошо знаете. Ну да не об этом хотел сказать. Я все-таки хочу обратиться к тем людям, которые не интересуются политикой. Ребята, политика вами прекрасно заинтересуется. Почему? Объясняю. Дело в том, что безнаказанность, она порождает беспредел. Чем больше безнаказанности, тем больше беззакония, тем больше беспредела. Что происходит с собакой, которая набросилась на своего хозяина? Почему ее стреляют? Потому что это общеизвестный факт. Собака, которая попробовала крови, которая не встретила сопротивления, она еще раз это сделает. Поэтому ее стреляют. С людьми то же самое. Человек раз почувствовал безнаказанность, два, а затем ему начнет это нравиться. Он войдет во вкус, он начнет этим пользоваться. Тем более, что происходит сегодня. Второе, сегодня у нас есть вот эта замечательная политическая статья. Поддерживаешь Навального, который враг всего на свете, который там в чем только его не обвинили. Причем это не проверяется. Обратите внимание, метут человека на улице. Через час уже состоялся суд. Еще через час он поехал далеко и надолго. Ну или может быть не очень надолго. Тем не менее, он оказался за решеткой. Такие вещи даже не расследуются. И сегодня вам может показаться, что да, меня это действительно не касается. Но повторюсь, ребята рано или поздно войдут во вкус. И начнут пользоваться вот этой вот безнаказанностью. В том числе и в своих личных целях. Представь себе, ты идешь по улице. Там или сидишь в ресторане со своей красивой женщиной. Она понравилась какому-то хмырю. Хмырь подвалил. Давай пытаться там ей хамить, лапать ее. Ты, разумеется, за нее заступился. А потом вдруг выясняется, что этот хмырь какой-нибудь старший лейтенант Росбардии. Да, или какой-нибудь младший следователь хрен знает где. В каком-нибудь следственном комитете города Кривоколенска. Послезавтра он тебе начнет мстить. Ты-то вроде за свою женщину заступился. А в отношении тебя хлопу возбуждается дело. По которому ты, оказывается, пришел на какой-то митинг. По которому ты оказал сопротивление сотруднику полиции. Через час тебя осудили. И ты уехал. Когда-то это уже было. Да? Но поверьте, у нас есть все шансы вернуться в то время еще раз. В тысячный раз повторюсь. Любая безнаказанность. Она поражает. И порождает еще больше и больше беззакония. Беззакония. В тюрьму хочешь? А что там? Сейчас тебе наркоту подкинут, поедешь в тюрьму и на озону. Порел это на пять лет. Хочешь? Просто так. Проверяй его. Просто. Буду так вот стоять на тебя, смотреть, хлопать глазками. И ничего не буду говорить. Причем беззакония именно вот в низших слоях, вот у этих низших представителей сословий, да, у этих низших представителей власти, что у них власти и так нет. А им хочется почувствовать себя значимыми, большими, серьезными людьми. Беспределить-то начнут как раз вот эти вот сержанты. Тем более вот в крупных городах, кого сегодня берут в Росгвардию. Почему они дубасят людей с таким остервенением? Как правило, это ущербные люди. Без какого-либо образования, вы сами видели. Огромное количество объявлений, что требуется. Достаточно одиннадцати классов. Вот он живет в какой-нибудь маленьком поселке, в маленьком городе, в котором все развалилось, в котором нет никаких перспектив. Он пришел из армии, а тут, опа, набираем в московское отделение Росгвардии, дадим тебе какую-то общагу, права, ты будешь властью, он туда с удовольствием устраивается на работу. Естественно, он обозлен. Они обозлены на всех москвичей, на всех жителей вообще крупных городов. Именно поэтому он с таким остервенением идет, да, и исполняет вот эти вот незаконные приказы. Теперь представляете, когда он войдет во вкус. Вы его уже не остановите. Еще раз, это тебе кажется, что ты политикой не интересуешься, что тебя это не касается. Беспредел. Безнаказанность поражает беззаконие. Беспредел. Рано или поздно мы все дружно с этим столкнемся. Вы подумайте об этом. Ну и чтобы не на грустной ноте, ребят, вот хотел рассказать вам об этом еще вчера. Вчера, впрочем, было не до этого. Короче, рассказываю вот такую историю. Готовил предыдущую реальную журналистику. И уже вот на финальном этапе, на этапе публикации, мне, значит, прилетела предъява на авторские права. Я там рассказывал о том, что, в общем, Навального сегодня обвиняют в том, что он задействует в политических целях несовершеннолетних. Я хотел показать обратную ситуацию, что несовершеннолетних задействуют, ну, очень частые представители нашей власти. Он показал небольшой видеоролик, где в школе агитируют за кандидатов от Единой России. И хотел вставить вот этот вот замечательный видеоклип, помните, легендарный такой, на песне «Дядя Вова мы с тобой». Не могу показать, потому что, повторюсь, на него заявлены авторские права, может прилететь страйк. Суть, значит, в чем? Автором идеи, насколько я понимаю, стала некая депутат города Воронежа, или, может быть, Воронежской областной думы. Могу сейчас запамятовать, она присутствует в клипе. Вот хотела девушка прогнуться, женщина прогнуться, или, может быть, выслужиться, куда-то вверх пойти по карьерной лестнице. Вот сняла она такой вот клип Лизаблюдский. Собрала кучу действительно детей. Там маленькие дети, пятый, шестой, седьмой класс, это видно визуально. Их переодели в какую-то военную форму, в полицейскую форму. Значит, снимают этот клип, показывают какие-то памятники. И суть песни заключается в том, что, в общем, мы готовы, несмотря на то, что мы вот такие вот маленькие дети, но мы уже сейчас готовы идти бить империалистов, если вдруг позовут в последний бой. Дядя Ова, мы с тобой совершенно очевидны, к кому идет обращение. Но, повторюсь, прилетает. Это не страйк. Это просто претензия, что вот заявлены авторские права. И вот чудо, ребят. Что я увидел, а в курсе ли вы, что авторы вот этой вот патриотической нетленки, призывающей детей идти за дядю Вову бить империалистов, продали права на этот клип и на эту песню иностранной компании с говорящим названием CD Baby. Не CD, в смысле CD, да, а C.D, компакт-диск. Иностранная империалистическая компания. Представляете, где такое видано, где такое слышано? Патриотическая песня. Да дети сидят там в патриотическом одеянии, в форме наших солдат, наших полицейских, наших кадетов-суворовцев. Да поют о том, что пойдем бить империалистов ради великого, кормчего и бла-бла-бла. И потом эта песня продается империалистам, все права на нее. В советское время за такое, наверное, бы расстреляли. Ну, а в наше? Я думаю, никто этого не заметит. Ну, так вам, просто ради того, чтобы улыбнуться. Это ведь там с утра до вечера кричат по телевизору, что там враги, там империалисты, которые хотят нам зла. Потом те люди, которые об этом кричат, берут и продают вот такие вот вещи, зарабатывают на этом деньги. Как-то так. Ну, и хороших выходных. Это была реальная журналистика. Спасибо, что вы слушали. Все, пока. Пока. Пока.